Теорема Фруассара Утверждение, которое состоит в следующем, что полные сечения, в данном случае у нас квантовые хромодинамики, растут с энергией не быстрее, чем квадрат логарифма. На самом деле она справедлива в любой теории, в которой есть то, что называется масс-гап. То есть есть переносчик, который имеет массу, асимптотически существующую. То есть в данном случае это пион. Я имею в виду следующее, что существует частица массы, которая не равна нулю, и она асимптотически существует. То есть это не глюон, который не бывает, мы его не видим в свободном состоянии, а это частица, которая может отлететь на какое-то расстояние, реально существующее. Поэтому если мы говорим про электродинамику, в этом смысле у нас есть фотон, и у него масса равна нулю, поэтому у нас не будет такой теоремы. А вот в хромодинамике у нас фотона нет, у нас есть только глюон, и самая легкая частица, которую мы знаем, наблюдаем, которая может существовать асимптотически, это пион. И здесь у нас стоит масса пиона. Соответственно, тут будет стоять масса вот этой частицы в другой теории. Ну и понятно, что если мы масса пиона стремим к нулю, у нас неравенство исчезает. Хорошо. А дельта что там? Дельта это число. На самом деле на него есть некие оценки, то да сё. Я его введу вот сейчас как надо. То есть вот это вот пи, вот это двойка, вот это дельта, это просто некая константа на самом деле. Что тут важно? Что вообще говоря, и вот тут понятно, что логарифм это размер на величине не бывает. То есть тут некий там масштаб стоит. Его тоже можно там оценивать, но я самую грубую, значит, в неравенстве в самой грубой форме буду доказывать. Главное тут что? Значит, этот массгап, то есть масса минимального переносчика стоит в знаменателе, вот, а s стоит в логарифме квадрате. Вот. В этом неравенстве. Значит, я его буду доказывать не так, как его оригинально доказывали, но я об этом скажу. Значит, хорошо. Начнем мы так, что вот есть у нас соотношение унитарности, да, а именно, что две мнимые части амплитуды, значит, к1, к2, к1, к2, значит, рассеяние на угол 0 равно сумма по всем частицам, интеграл, проведение, значит, опять по этим частицам, dq и тем, d3 q и тем, на 2е и тем, 2 пи в кубе. Вот, и тут будет стоять mk1, k2, k1, k2, k2 в квадрате умножить, умножить. Да, сейчас, правильно, я допишу сейчас там. Дельта k1 плюс k2 минус сумма всех q. Вот. Я вот так сделаю. Напишу тут вот. Ну, хорошо. Напишу все q. q1 и так далее q. Вот. И тут n у меня до бесконечности меняется, все возможные промежуточные состояния. Вот, правильно написал. Значит, это следствие унитарности, да, как мы это получаем, но мы получали, это S-матрица унитарная, соответственно, S-крес на S равно 1, и оттуда мы вот это выводим. То есть это вот S-крес на S равно 1, написано через амплитуду. Вот. Дальше. То, что вот тут у нас две мнимые части получаются, это на самом деле следствие аналитичности. Вот. Что еще? В принципе, вот это вот следствие аналитичности. Ну, тут у меня стоит m-m сопряженная, вообще говоря, и я их преобразовываю в две мнимые части. Вот это. Вот. Хорошо. Если q1 и q2 в начале и в конце одинаковые, то просто там две мнимые части сразу? Да. Это у меня сразу стоит. Ну, хорошо. Хорошо. Аналитичность в другом месте появится. Хорошо. Вот. Это мы знаем. Теперь. Я могу из этого получить оптическую теорему, то есть я должен поделить на поток некий, да? Вот. Поток у меня, в принципе, равен 2s, если у меня... Я хочу все рассмотреть в ультралитическом пределе. Вот. То есть я должен поделить на, значит, единица, там 2e1, 2e2, ну и там что-то типа там v1 минус v2 стоит. Вот. Где e1 и e2, это энергии начальных частиц. Вот. Как только я на это поделю, у меня получится вот здесь некое сечение. Значит, теперь, опять-таки, я буду рассматривать симпатические большие энергии. Там у меня всеми массами практически можно пренебречь. У меня тут получится, что это у меня единица, значит, на... чего там 8e в квадрате, да? То есть это единица на 2s. Ну, где s, это сумма... Ну, s. Значит, вот я на это поделю здесь и здесь. А здесь я выделю, соответственно, упругую часть, когда k1 и k2 переходят в q1 и q2, две частицы те же самые, плюс все остальное, неупругую часть. Вот. А тогда мне получится... Тогда мне получится... 2... Ну, опять, минимум их части, вот это вот, m, k1, k2, k1, k2, делить на 2s равно... И еще. Ну, хорошо. Вот, сначала напишу, потом скажу. Интеграл. Q2. Значит, я выделяю упругую часть. Там, в упругой части, у меня k1, k2 переходит в q1, q2. Тут у меня интегрируем только по q1 и q2. 2p, ну, тут 4, ну, тут 4, тут 6, значит, 2 осталось. Вот. Тут у меня 2e. так, ну, скажем, ну, вот, и тут еще я 2s на 2s поделил. Поделил. Теперь, значит, вот у меня, значит, здесь у меня 6 интегрирований, 4 из них дельта функция убивает. Остается, значит, 2 интегрирования, которые я пишу вот так. dq перпендикулярное, где q перпендикулярное. Ну, q, оно, я его выберу перпендикулярным, соответственно, начальным направлением. Это, ну, соответственно, q1, скажем, минус k1. Ну, передача, да? Просто t в квадрате, если возвести. Вот. Значит, тут dq. Перпендикулярное? Это q, но я ее выберу так, что у нее компоненты, значит, будут перпендикулярны моим начальным частицам. Вот. Это упругая амплитуда. Вот. Плюс. Это, значит, упругая амплитуда. Плюс. Ну, плюс все остальное. Я напишу плюс неупругий вклад. Хорошо. Так. Значит, неупругий вкладок, там, может быть, и две частицы, и три, и десять, и все остальное. Теперь. Теперь. Вот это. Я тут организовал сечение. То есть это правильная нормировка для сечения. Правильная с точностью до двойки, возможно. Сейчас. С точностью до двойки. Да. С точностью до двойки. Вот. Но двойки я сократить могу. Вот эти. Тут. И тут. И туда. Значит. Тоже сократить. Итого у меня получится. Две мнимые части. И я введу амплитуду, значит, с корнями. Вот. Вот такую, чтобы не таскать корни. А. Это. М. Делить на корень из 2Е1. Это 2Е2. 2ЕQ1. 2ЕQ2. Вот. Это как раз нужная мне амплитуда. Вот. Тогда у меня получится 2 мнимых части А. К1К2 в К1К2. Равно. Сечением. Интеграл. Деку перпендикулярный. 2Пи в квадрате. Модуль А. К2. К1К2 в квадрате. Вот. Плюс. Неупругие вклады. Вот. Хорошо. Теперь. Теперь. Сделаем так. Это у нас амплитуда в импульсном представлении. По поперечным импульсам. Вот мы можем взять и сделать Фурье. Соответственно. А. Так. Субенормировку. Пока не написал. Фурье. Фурье. А. От К1К2. К1К2. Это. Интеграл. ДБ. А. Ну. От Б. Вот это. Амплитуда зависит от вот этого импульса Q. А мы делаем Фурье. Фурье и БК2 со знаком минус. Вот. И без 2Пи. То есть подставляю туда. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы доказываем теорему Фроссара. А именно. Что сечения растут не быстрее логарифма С полной. Вот. Значит мы пишем соотношение. Манитарности. Значит на угол 0 это оптическая теорема будет. И вот к чему мы пришли. Вот. То есть земли мы к части. Пропорционально упругому сечению. Плюс там неупругая. Теперь. Подставляю значит. И я вижу что вот эта амплитуда. Это амплитуда вперед. Да. То есть при Q равном нулю. Так. Вот. То есть у меня получится интеграл ДБ. Так. Это минимальная часть. В части А от Б. Две мнимых части А от Б. Значит Q равно нулю. С этой стороны. Равно. Интеграл ДК в квадрате. Ну тут это и это сопряженное соответственно. Там я не знаю. От Б. От Ро. Со звездой. ДБД Ро. И степень ИКУ. Б минус Ро. А? Минус. Да. Вот. Все. Ну хорошо. Понятно что это беру. Плюс. Неупругие члены. Значит я это беру. Получаю. Здесь что? Я получаю. Ну тут получаю дельта функцию. Дельта функция сокращает мои 2П. И вот. Я получаю интеграл ДБ. На А от Б. Вот. И все. Плюс неупругие члены. Вот. Хорошо. Неупругие члены я могу написать вот так. Интеграл ДБ. ДСигма. ВДБ квадрат. Значит. Ну инэластик. Да. Вот. Вот мое равенство. Хорошо. Хорошо. Теперь. Чем я буду пользоваться? Я буду пользоваться тем, что. Ну вот эта величина положительная. Вот. Ну все они в этом смысле положительные. Это все они сечения. Так. Вот. Поэтому. Я. Рассмотрю это равенство для каждого. Прицельного параметра. Вот такой вот переход. То есть из равенства интегралов мы перейдем к равенству прицельных подинтегральных выражений. То есть. Это. Значит. И на ластик. Хорошо. Это не очень хорошо. Но. Только то, что это положительное. Я понимаю, что это не очень хорошо. Этого мало. Я знаю два способа доказать эту теорему. Один способ вот так. А второй способ не в координатном пространстве по прицельным параметрам, а раскладывать по моментам. Ну, парциальное разложение. Там это сумма. И в каждом L, соответственно, равенство вот такого типа должно выполняться. Вот. Но я выбрал это, потому что оно больше... Ну, оно в координатном представлении формулируется, и нам оно нужно в координатном представлении. То есть, ничего хорошего, я в оправдании вот этого перехода сказать не могу. Вот. То есть, я могу придумать, там, культуру с ассоцилирующей частью, для которой будет не выполнено. Да, конечно. Но это... Недостаток этого вывода, да. Ну, то есть, конкретно этого. Конкретно этого, да. То есть, когда ты по этим самым орбитальным моментам суммируешь, там этого недостатка, в принципе, нет. Там просто для каждого L у тебя есть свое уравнение. Вот. Вот так. Так. Чего я хотел сказать еще? А, зачем мне это надо? Зачем мне это надо? Зачем мне это надо? Вот зачем мне это надо-то? Собственно, можно сказать, что это доказательство. Вот это больше нуля, да? Это сечение. Чудесно. То есть, я могу сказать, что это больше или равно модуль А от B в квадрате. Так? Я очень рад, да. Мне этим и нравится. Вот. Соответственно, две мнимые части чего-то больше или равны, чем это что-то по модулю в квадрате. То есть, я это А напишу. Значит, А. Ну, это какой-то там А плюс и Б, да? То, значит, две мнимые части – это 2B. Они больше или равны, чем это по модулю в квадрате. Соответственно, А квадрат плюс Б квадрат. Да-да-да. Но на самом деле все просто. Ну, А, понятно, мы выкидем. Соответственно, останется 2B минус B в квадрате больше равна нулю. Что? Кто-то сомневался, да? Соответственно, B на 2 минус B больше или равна нулю. Ну, понятно, что так. Только я… Ну, хорошо, B минус 2, да? Отсюда следует, какое неравенство на B. Соответственно, B больше или равно 2. Чудесно. Что такое B – это мнимая часть амплитуды, так? То есть при конкретном, каждом прицельном параметре у нас получается, что мнимая часть нашей амплитуды больше равна 2. Б больше нуля, да? Не, ну, понятно дело, B больше нуля у нас… Нет, тут все больше нуля. Так, не туда написал неравенство, да? Да, да, написал неравенство. Сейчас это значит… Так, 2B больше или равна вот этому? Так, значит, 2B минус B квадрат больше или равна… Ну, а квадрат, ну, тем более нуля, да? Вот, значит, я B написал 2 минус B… Это правильно, последнее неравенство в эту сторону у тебя было? А, ну, естественно, я ограничение ищу. Ну, конечно. B меньше или равно 2. Вот, то есть мнимая часть моей амплитуды меньше или равно 2. Чудесно. Просто замечательно. Вот, из унитарности следует ограничение. Теперь, так. Ну, хотите, я могу, как бы, это, по прицельным параметрам. Ну, там нужно выродить спектральное разложение, так сказать, и вперед. Ну, так подольше, да. Ну, хорошо. Хорошо, в следующий раз выведу. Не вопрос. Теперь. Как-то мизон появляется. Мизон появляется вообще феерически. Сейчас покажу. Отбавим. Так. Соответственно, полное сечение. Это. 2. Отыграло дыбы. Вот. И утверждение заключается в следующем. Вот мы рассматриваем теорию с массивным переносчиком. То есть у нас все силы короткодействующие. Так. Поэтому существует, ну, некий радиус, после которого сил нет. То есть вот этот интеграл по дыбы, он эффективно, грубо говоря, от нуля до некого R. Где наше R определяется дальнодействием нашей теории. Вот. Значит, теперь. Неравенство, которое мы можем написать, соответственно. Что я на некий R, это не прицельный. Да. То есть на прицельных параметрах больше R, взаимодействие равно нулю эффективно. То есть это, ну, все такие теории, это типа потенциал Юкавы. Ну, хорошо, оно спадает по экспоненте, но все, что спадает по экспоненте, мы им уже пренебрегаем после некоторого радиуса. Вот R, это и есть этот радиус. Вот. Соответственно, из нашей оценки мы получим, что это 4. То есть каждую, значит, я оцениваю двойкой. Ну, и тут P квадрат. Вот. 4πr квадрат. Вот. Этот R. Этот R. На котором взаимодействие перестает работать. Называется вот радиус черного диска. Вот про тот вот блок диск, про который я тебе говорил. В прошлый раз. Значит, вот так. То есть, если мы знаем, что наша теория краткодействующая, эффективный радиус какой-то, то вот полное сечение не превосходит 4πr квадрата. Вот. Теперь, теперь, теперь мы говорим, вот давайте, вот давайте, предположим, что наша теория, значит, краткодействующая. Соответственно, мы будем искать вероятность взаимодействия. Вероятность взаимодействия – это оценка. Значит, вероятность взаимодействия, она будет пропорциональна E в степени минус, при фиксированном прицельном параметре. E в степени минус B, значит, помножить, ну вот тут на массу переносчиков. Это потенциал U-кау. Помножить на какой-то предэкспоненциальный фактор. Что такое «пишутка» в ПРФ? Вероятность взаимодействия. Вот. Ну, то есть, сечение – это что? Вероятность, деленная на поток. Ну да. Это вероятность. Такие вот оценки. Вот. Ну, я понимаю, что это потенциал. Это потенциал, да. То есть, в амплитуде у меня стоит потенциал. Потенциал у меня E в степени минус R на M. Потенциал U-кау. С точностью до какого-то множителя. Вот. Значит, с другой стороны, мы получали, вот, некоторое время назад, что наше сечение, значит, наше сечение росло как S в какой-то степени. Так? Вот. Мы предположим, что она растет как S в какой-то степени. Вот это DEL. Это полное сечение. Вот, полное сечение. А вот это вероятность, это еще раз вероятность сечение? Преимодействие, то есть, полное сечение. То есть, вероятность того, что у тебя на прицельном параметре B две частицы столкнулись? Да. И что-то произошло, неважно что. Неважно что. Да. То есть, S в степени дельта, оно пришло из префактора, вот, который, значит, тут вот есть, в принципе. Это пришлось потенциалу. То есть, это там есть. Вот. Плюс еще что-то. Но. Мы знаем зависимость от S, зависимость от M. От B верни. Вот. Хорошо. Значит, теперь... Это как-то не очень хорошо. Не очень хорошо, но это самый... Я расскажу сейчас, а потом мы обсудим, да? Вот. Значит, теперь говорится, но давайте рассмотрим... Понятно, что сечение не может там бесконечно расти. Вероятность, рано или поздно, станет порядка единиц. Вот. Значит, что означает вероятность порядка... В смысле? Ты что меняешь? Какой параметр меняешь? S. B зафиксировал, а сменяем. Да. B зафиксировал, а сменяем. Вот. Теперь. Соответственно, я могу найти... Выразить отсюда B и S. То есть это у меня однозначно связывает равенство B и S. Я могу фиксировать R, значит, менять S, могу фиксировать S, менять B. Вот. Я хочу найти отсюда B. B, соответственно, будет... Единица на M. Дельта на M. Такой ангаритм. Я все-таки только зафиксировал. Вот если у тебя растет, почему-то где-то должно остановиться-то. Потому что вероятность не бывает больше единиц. Ну, я ее записал неправильно. Не-не-не, я ее правильно записал. То есть... Я не очень понимаю. Я знаю, как... Ну, тут матричный элемент стоит. В маточном элементе стоит потенциал. В потенциале стоит вот этот фактор. Потенциал обычно стоит все-таки в упругом маточном элементе. А ты здесь пытаешься ввести сечение неупругой, если в степени Дельта умножить на кусок из упругой. Я пытаюсь сделать следующее, что в полном сечении есть упругий вклад, есть неупругий вклад. Так? Вот. Моя цель – оценить самый... Ну, максимальный вклад. В этом смысле. Вот. Я его оцениваю упругим вкладом. Вот. Ты веришь, что он тоже растет с мозгой, как и все появится? Почему неправильно? Почему неправильно? Ну, потому что ты уже... Растет еще как-то... Это динамика, ты знаешь, что у тебя... А это не электродинамика. Нет, я понял. Но если ты добавишь еще частиц, то у тебя может... Ситуация с... С ростом с энергией... Улучится, да? То есть, может, S в какой-то... В большей степени. А мне не важно, в какой степени. Мне важно, что в степени. Я дельта же не фиксировал, и тут она у меня по факту константой стоит. Это вот такие вот оценки. Да, но это эти оценки, это в оригинальной статье эти оценки, например. Вот. Значит, хорошо. Хорошо. Я могу на это смотреть по-другому. Я могу сказать, что вот я фиксировал, значит, S. Да? Я фиксировал S. Я знаю, что при фиксированном S, мое B вот из этой оценки, значит, оно вот такое. Это максимальное B. Если я потащу B дальше, у меня вероятность упадет. То есть, вот это B макс. Ну, в смысле, макс, да? Все взаимодействие сконцентрировано вот в этом радиусе. Так? Ну, хорошо. Вот. Соответственно, я увеличиваю энергию. У меня вот этот радиус, в котором сконцентрировано взаимодействие, тоже увеличивается. Ну, вот логаритмически. Вот. Это, ну, и есть тот самый вот радиус черного диска, в котором все заключено. Дальше ничего нет по оценке. Понятно, что оно экспоненциально падает и так далее, и так далее. Я сам радовался, когда читал, да. Вот. Теперь, ну, что нам стоит? Вот это поставить сюда. Ничего. И мы получим вот это. Вот. То есть вместо R подставляем B максимальной? Да. B максимальной, как функцию энергии. Вот. И, ну, что, и будет ровно вот это, за исключением числа 4, да? Числа 4. Ну, хорошо. Я подставляю. У меня получается... У меня получается вот тут не одна вторая четверка. Так? Числа 4 сказать ничего, потому что... Не-не, я сейчас расскажу, почему, да. Значит, во-первых, потому что... Утверждение следующее. В ВКХД ион. Это, конечно, легчайшая частица, да, асимпетически существующая. Однако у нее четность отрицательная. Поэтому, чтобы организовать амплитуду P, вот, чтобы организовать амплитуду, вот, значит, на угол 0, так, который дает мне полное сечение, я должен 2 пиона иметь, так? 2 пиона. Грубо говоря, в амплитуде 1 пион, и в комплекте сопряженный 2 пион. Вот. И, соответственно, масса переносчика эффективна, это, значит, 2 массы пион. Не, ну это вообще жутко, какие ворота вообще. А, вот. Не, это оценка, что ты хочешь? Это оценка. Не, ну, время, это как-то не серьезно все. Хорошо, можете сказать, что вот я вам рассказываю, так, на уровне физики, как вот Миштейн любит. Вот. Вот. Можно строже? Я говорю. Можно? Ну, так, немножко можно. Мне не сильно строже. Просто если нельзя, то я не сильно буду плакать какого-то того, что там риджерские сечения с энергией растут как-нибудь веселее, чем логарифт в квадрате. Не, не, не. Ну, можно чуть-чуть немножко построже. Ну, хорошо, я сделаю построже. Просто мне, зачем, мне нужно было вот через B все это, потому что мои диполи, они там, ну, в R пространстве. Для них это вот как бы, для фиксированного B есть некий B-max. Ну, для фиксированного. Нет, ну, этот вывод вроде бы как, ну, более-менее понятен, только все-таки непонятно, что такое твое P. Вероятность взаимодействия. То есть то, что ты делишь на поток, чтобы получить сечение. Почему это уже полное сечение умножить на какой-то потенциал все-таки? Вот этот потенциал, это для рассеяния упругого, ну, или не упругого, два, два, два хотя бы, да? Там есть такой фактор. Ну, рассеяние неупругое, на самом деле, да? Вот если у меня упругое рассеяние. Упругое рассеяние. Хорошо, да, мы говорим, что вот потенциал, который здесь, это вот он, я его написал. Да, чудесно. Теперь рассеяние упругое. Вот, рассеяние неупругое. Ты его оцениваешь фактически как упругое рассеяние умножить на полное сечение? Да. Я его так оцениваю. Почему? И вот так оцениваю. Фактически я оцениваю, ну, вот этот вклад. Вот, я оцениваю вот этот вклад. И я показываю, что упругость, ну, хорошо, упругое сечение, да? Упругое сечение имеет вот такого типа оцениваю. Но, если ты оцениваешь, вот этот вклад, ты должен там все вот эти рассуждения, кто у тебя, там, переносчик в Т-канале, там, все такое. Да. То есть у тебя будет важен спин этого, твоего пенезонца. Это да, но это мне изменит вот тут коэффициент. Вот. То есть это оценка на мои вот префактор. Ну, хорошо. Это. Ну, собственно, дальше говорится следующее, что, вот, дескать, ну, мы же понимаем, что неупругое сечение при больших энергиях, оно больше, чем упругое. Вот. Поэтому тут мы можем оценить, ну, можно строго оценить, насколько больше, ну, грубо говоря, коэффициентом. Можно просто сказать, что больше, и тут написать двоечку. Так? В этом неравенстве. Вот, таким образом мы получим лишнюю одну-вторую вот здесь. Вот, собственно, и все, что вот в таком выводе есть. Я признаю, что вывод, так сказать, так себе. Вот. Можно сделать более такой вывод, разлагая по парциальным амплитудам, доказывая, что для частиц, соответственно, крокодействующих, для такого потенциала у нас все парциальные амплитуды с числом L больше там какого-то, они все просто экспоненциально подавлены. Вот. И получить аналогичное вот неравенство оттуда, да? Потом написать амплитуду, сечение которой суммы по всем парциальным амплитудам, ее обрубить на вот этом, значит, и получить вот такое же. Почему забирать коэффициент? Казалось бы, это оценка все равно. Не-не-не. Там P и 2. Ну да. Нет, неправда. Неправда. Нет, это я здесь сделал. Это можно, в принципе, этот вывод я не читал, но утверждается, что в аксиматической теории поля оно доказывается просто как теорема. Все вот это вот, значит, собирается. А это строгое утверждение? Это строгое утверждение. И вот этот коэффициент считается просто, и он что-то типа там 60 милибар. Вот. Вот. Можно. То есть, тот вывод, который построже, там опять-таки до 60 милибар, как до луны. Вот. То есть, есть три вывода. Есть три вывода. Но третий вывод, он мне пока не поддался для понимания. Прямо скажу. Вот. Это самый простой вывод. Ну, хорошо. Вот. Вывод посложнее я могу вам продемонстрировать. Не знаю. Но сам Фруассар выводил у него. Нет, Фруассар выводил вторым. Через момент. Вот. Это вывод, это вывод, значит, Ковчегова и Левина. В книжке. Значит. Вот. Ну, я понимаю, почему они так решили. Потому что моменты, они там им совершенно не нужны. А вот R в представлении им нужно. Вот. То есть, физическая картина какая? Что вот, мы стоим на каком-то радиусе фиксированном. И получаем что? То, что с ростом энергии у нас сначала взаимодействие там маленькое, потом оно растет, 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 растет. И фактически останавливается этот рост амплитуды. Вот. Исходя из этого неравенства при фиксированном прицельном параметре. И все. И оно там больше не растет на этом вот радиусе. Вот. Но вот это вот эффективный радиус взаимодействия, он растет с энергией. И на каждом из прицельных параметров сечение остается постоянно. Вот. То есть, вот это как раз называется явление насыщения. Вот. То есть, сечение на фиксированном прицельном параметре не может расти бесконечно. Оно останавливается. Но за счет того, что само радиус этого черного диска растет, растет полное сечение, проинтегрировано по всем прицельным параметрам. Это, как сказать, мораль. Вот. Сей басни. Так. Самый простой вывод, который я знаю для теоремы Фрассер. Что мы получали раньше? Раньше мы получали, что вот V от R, да, это амплитуда рассеянного диполя, да, который вот там уравнение БФКЛ на нее написано, мы ее вот находили. И она это что-то, значит, вела себя как? Она себя вела как Е в степени. Хи 0, ну, на самом деле 0, если я уже говорю про самую асимптотику, да, на это, вот, на, скажем, V 0, ну, 0, на самом деле 0, вот так. Помните, что это или нет? То есть n равно 0? n равно 0, n равно 0, это начальное условие, так. То есть мы берем начальное условие, проектируем его на собственную функцию с n и n, с n равным 0, ну, и n, да, потом мы берем интеграл по n методам перевала, интеграл по n методам перевала дает нам вот это, так, вот. Вот, и хорошо, это на самом деле, я бы даже так сказал, как это можно сказать, сейчас, это, ну, хорошо, запишу честно. ню в от ню и в степени r, сейчас, сейчас, да, вот я и хочу написать, r квадрат в степени 1, 2, плюс и ню, d ню, с точностью до степени r, ну, по-моему, правильно. V 0, да? V 0, вот, ну, и мы берем, значит, когда асимптотику, мы получаем, в зависимости от r у нас остается, но что здесь важно, что при фиксированном r, да, при фиксированном r, вот эта штука степенным образом растет с энергией, ну, или логарифмическим, это, это логарифм мастер, да, вот. Вот, то есть при фиксированном r мы получаем степенной рост с энергией. Вот именно это хотелось подчеркнуть вот в этом выводе, потому что мы имеем сечение при фиксированном r, которое ограничено, да, вот тут по пути, вот. А тут мы получаем, что сечение при фиксированном r опять-таки растет, неограничено по s. То есть вот это нарушение унитарности. Вот. Я ее нарушил в том, что вот это неравенство, значит, что при фиксированном r, ну, при фиксированном b оно у меня меньше 2, вот это вот, так, вот. А тут это на самом деле с точностью каких-то префакторов сечения, так, вот. Соответственно, при фиксированном r я вот r держу, только s меняю, да, у меня вот эта часть растет. Нет, я понял, я имею в виду, в каком месте при выводе решения ревновления ты допустил вот этого. Ну, я выкинул линейный член. Ну, и что, можно было так сказать, что выкидывание неупругого вклада? Не-не-не. Нелинейный член... Нет, тот вклад мы выкидываем, но мы не равенство ставим. Вот, а здесь нелинейный член, он дает мне... Он начинает становиться порядка линейного члена, и с другим знаком к тому же, да, когда этот v становится порядка единиц. Ну, то есть, ровно там, где он должен ограничиваться. Поэтому он его, собственно, и ограничивает. Хорошо. Хорошо. Я могу, так сказать, продемонстрировать другой вывод этого через разложение парциальное. Но сегодня лучше я вам расскажу про нелинейный член, а тогда для желающих в следующий раз я это построже покажу. Я скажу, как он правил, как ограничивает. Так. Я хочу сказать... Я не хочу dicen. Я хочу сказать... Я хочу сказать... не на я говорю только в константы это 60 миллибарн то есть вот утверждается что там как бы вот момент насыщения которыми в прошлый раз говорил да он типа там 3g вот так вот я смотрел это что-то типа там рик как я понимаю ну тут он вот в этом районе но там логарифмическая вся когда вот хорошо хорошо давайте дальше у меня еще одна веселая вещь они там дальше будут все оценки вот эти вот я в прошлый раз оценки делал помахивая ручками хорошо значит мы потихоньку решим опять-таки в неком приближении вот не линейное уравнение да вот для этого я напишу то что было в отель микросформула это играл бы нюх в эту нюх да вот уравнение выглядело как d по d это это описанная формула чуть и не нравится а симптотически ну понятно сумма по n но я взял только главный вклад померон значит альфа на 2 пи играл дыру так вот это смысле нет это разложение произвольной функции это это не решение просто как расклады вот так да и вот раньше мы вот этим пренебрегали вот значит как решать глубоко значит в области глубокого насыщения то есть когда вот этим уже когда вот этот вклад главный так я рассказывал прошлый раз теперь существует еще одно решение которое называется классикой кваде классическое решение которое формулируется обычно в импульсном представлении для этого я ввиду вы от к как интеграл d r или на r квадрат и степени каер вы вот и так минус к хорошо начать я беру это если я вот это сюда подставлю то я получу интеграл дню вот вы 0 ню на степени квадрате 1 2 сенью до снилым проблема на r в квадрате ну минус 1 2 d все теперь понятно что я могу сделать я могу сказать что мое r это значит там r делить на к так тогда вот здесь у меня к уйдет останется только косинус какой-то да вот вот здесь у меня появится к вот и в результате что получится получится что это интеграл дню помножить на в 0 ню тут интеграл d r r квадрат минус 1 2 плюс и ню е степени и р на косинус и вот это некое число помножить на к квадрат в степени значит 1 2 так минус и ню правильно неправильно хорошо вот это число ну то есть интеграл пр взяли получил число оно оно значит это функция от ню хорошо вот это все соответственно это ну некая в с волной ню то есть это начальное условие грубо говоря в импульсном представлении для нашего в вот хорошо теперь вот это вот выражение если я сделаю от него фурье вот таким вот образом то есть делю на r вот этот р у меня придет сюда образует не то что надо здесь соответственно они там вот здесь меня это че интересует они как раз значит каждому будет знаменатель вот это решение вот этого я и так как бы знаю в результате а линейной части да моя цель решить вот полное вот это уравнение с линейный и не линейный в принципе во всех сейчас все расскажу значит как я напишу это уравнение значит как я напишу это уравнение интегра альфа на 2пи хи ноль так хи просто значит от нуля сколько там пополам единицы плюс вот вот так сейчас сейчас я не написал еще в от к плюс в от к в квадрате в квадрате от к в квадрате от к вот значит что я сделал ну не я а товарищи которые это придумали значит что они сделали они сказали что ну мы вот так преобразовали уравнение здесь если я подставлю вот это то ну просто я просто получу это свертка у меня она у меня переходит в произведение в импульсном представлении ну просто знак там минус вот ну в смысле знак никуда не делся то есть свертка перешла в произведение вот она в от к в квадрате тут не вопрос да вот здесь вот давайте посмотрим что это такое если если я в от к представлю таким образом то получится что интеграл до ню значит интеграл до ню в ноль ню ну или просто в ню значит там не ноль уже ну ноль в смысле n равно ню да в ню с волной вот это на к в квадрате ну или к в степени единицы минус и ню в варень 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 единственная единица мне нравится у меня минус единица по моему сейчас я хочу продемонстрировать что вот это хи на в даст мне вот это то есть то что это тождественно преобразование уравнений так значит хи это собственная функция нашего уравнения значит хи от н ню это было 2 си от единицы минус пси от значит н пополам плюс 1 вторая минус на нем тут минус наверное так ну я писал вам ее с точностью dn а я ее вам писал плюс плюс ну сейчас ну сейчас напишу вот 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 почему сейчас сейчас секунду мне не нравится значит вот эта степь вот я должен тут минус написать сейчас почему потому что р это есть кр делить на к но у меня еще вот этот р есть вот он так и он я написал минус 1 2 хорошо я написал минус 1 2 значит я его перевернул мне получилось плюс 1 2 минус и нюм у меня еще вот этот р есть так вот этот р есть сейчас куда я его дел да это он есть то есть вот он мне дал минус видно да хорошо это вот собственно и все вот к значит единицы минус 2 и нюм минус единицы минус 2 и нюм вот чудесно если я на вот это выражение это у меня v от к подействую d по dk так что я получу я получу минус единицы минус 2 и нюм так а потом помножу на к минус единицы минус 2 и нюм на собственно то же самое да вот поэтому если я беру мою хи как функцию вот это d по d логарифм к собственно вот этого да то когда я действую на v от к я получаю я получаю ровно мое собственное число значит 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 вот эта вот штука вот это равна чему это значит помножить на хи от нуля и просто нюм получается да вот вот а это есть решение этого уравнения да то есть это не зависит сейчас то есть ты что здесь сделал то есть ты для линейной части подставил его решение фактически в таком императорном виде да то есть ты говоришь давай буду решать уравнение так я не мечты линейные члены линейные члены заменю на решение полученное линейного пробежения а линейные члены я заменю на решение нет это не решение линейного уравнения это собственная функция этого ядра но то же самое если ты решение линейного уравнения подставляешь сюда ты получишь собственную функцию я получу собственную функцию в любом случае то есть вот это разложение по собственным функциям так оно то есть если я в разложу по собственным функциям проведу вот так я получу вот это почему нет то как и хим не хим не даст просто проведение через то есть я беру в разлагаю по собственным функциям чудесно собственная функция проходя через ядро дает мне хи потом я их собрал вот то есть это вот ровно оно тут никаких нарушений нет вот нет я просто разложил по собственным функциям провел их через ядро и собрал обратно смысл вот этого это мы записали вот это интегральное уравнение как дифференциальное уравнение где производная грубо говоря бесконечное число раз встречается вот 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 то есть вот это уравнение она вообще вот этому эквивалент только это некое такое вот операторное уравнение а то обычное нормальное интегральное уравнение хорошо вот решать будем это а не это не в импульс на постели это оператор на то что честно и импульс на это нужно просто взять взять и вот это ядро в импульс на перевести да это будут и в импульс на ядро вот а это это все равно что я написал бы обратный оператор ну как это дпдп да он имеет некое ядро да если я там в представлении перейду это значит ну и в представлении это у меня будет ядро но значит да вот то есть это оператор написал не импульс на честно и импульс на это когда мы переводим вот это честно в импульс вот первоначальное уравнение сделал как вот чем оно мне равно так вот я вам показывал что если мы это сюда подставим оно пройдет уравнение и даст нам хипа умноженное на каждую соответственно нюм свою хи от нюм вот вот теперь в импульсном представлении ну то есть собственное число не зависит от представления это собственно число оператора вот этого да оно не зависит от представления в импульсном представлении все будет то же самое вот здесь я фактически это показывает что даже собственная функция она ну так же вот вот то есть если хорошо я могу по-другому сказать я вот возьму обратный оператор смысле фурье снова от обеих частей вот туда тут мне будет v от r делить там на r тут у меня некое разложение да опять таки вот это вот ровно тем же способом что и здесь перейдет в r какой-то степени в кое надо ну в собственную функцию нютую и при нем будет коэффициент в с волной соответственно хи хи она универсальна а в с волной пересчитается в ну вот так же как здесь будет другой вот такой интеграл вот хорошо то есть это вот такая запись уравнения полученная ковчегом в 2000 году насколько я прочитал вот теперь вот на дворе потому что хочется главный вклад то есть мы понимаем что что для нелинейных членов это тоже будет главный вклад а нелинейные члены здесь вообще ни при чем нелинейные члены они стояли так стоят нет, нелинейные члены могут сделать так, что главный вклад будет n равно 0 могут по-хорошему сюда нужно поставить сумму по всем n да вот но так как в линейном вкладе вот в этой сумме член с n равно 0 все равно будет главным вот мы его оставим для начала так для оценок опять-таки тут это все-таки оценки вот будем решать вот это уравнение значит и того вот оно написано вон да если я делаю подстановку v от k это е в степени омега от k ну кроме k у меня там есть этот это вот и вместо k люди вводят тро, который есть логарифм в k в квадрат на k в квадрат значит k в квадрат это вот тот самый k а k с 0 в квадрат значит это некий характерный масштаб в нашем начальном условии вот чтобы вот ходила безразмерная величина теперь если если я посмотрю что такое вот хи да то я еще вам вводил гамма которое было да 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 одна вторая плюс и ню вот соответственно это хи тогда будет хи от гамма я вот так все равно n у меня всегда 0 будет это у меня будет 2пси от единицы минус пси от гамма минус пси от единицы минус гамма так вот должно быть теперь гамма если я ну вот это у меня был ню станет гамма вот и уравнение получится таким д в коды это равно альфа с 2пи хи вот это вот хи мое новое да от минус д по дыру а д по дыру д по дыру д по дыру вот на в минус в квадрат то есть я не выражу через гамма это как раз не уберет вот это вот все все вот уравнение которое нужно решать если мы делаем такую подстановку то но здесь как бы понятно что будет вот здесь что будет когда мы д по дыру дифференцируем вот это тут у меня это дорог вот у меня получается та же экспонента на омега ро так соответственно омега ро встала внутрь это у меня уже не оператор на раме необычное в некотором смысле вот то есть я беру подставляю мне получается значит ну и в степени омега значит помножить на омега это равно альфа с на 2пи хит минус омега ро значит хит минус омега ро на е в степени омега минус е в степени 2 омега так на е в степени омега я сокращаю погоди секундочку а где производная от омега вот она это омега порода да вот значит все только что я не понял чем но почему то просто омега отродов производную написал все у тебя там экспонент уже дифференцируешь у тебя там равного типа чего да то есть это это приближение то есть я считаю что все главное то есть омега пора много больше чем омега нт ну ров как это и написать да да омега по дыру д омега по дыру в степени размерность безразмерности как раз нету я высшим производным пренебрегаю да то есть это вот способ обрезать уравнение просто я потом прокомментирую все это вот ну другой стороны никто не мешает нам попробовать искать решения в классе таких вот медленно меняющихся функций да никто не мешает это классик классика есть экспонент там медленно меняющихся функций именно вот просто замечательно как это не дошло вы предвосхищаетесь все что я хочу сказать вот теперь да нет это это просто чудесно счастье это когда тебя понимают да все вот мы его решать будем как мы его будем решать ну как это уровнем частных производных методом характеристик правильно вот значит теперь ну чтобы методом характеристик решать мы как у нас методом характеристик решается уравнение мы скажем говорим что омега поро это гамма подробно объясним уже не учился на салашку ну сейчас и систему напишу значит омега поэта это по-моему люди любят называть омега да любят называть омега любят называть омега вот тогда я это все перенесу значит на е степени омега сокращу вот так да мне останется уравнение которое мне значит вот такое f от омега это ро омега омега по ро вот люди называют минус гамма ну минус гамма не важно равно нулю вот такого типа уравнения значит и f мое это будет вот это омега минус это я напишу там альфа с волной чтобы не таскать альфа с волной х от гамма минус е в степени омега да минус есть не омега правильно значит вот похоже да 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 но мне вот в смысле в методе и характеристики я должен был с этим оперировать да вот вот хорошо теперь ну можно конечно повторить вывод методах характеристик могу вот это моя старая а могу я систему написать значит систему могу написать да для нелинейных уравнений как мы ее выводим не не гамильтон не конусы можно и гамильтон и кубик но можно и много чего вообще вот то есть ну ну как ее выводят рассказывать или нет ну хорошо я да 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 то есть любое уравнение вот такого типа оно делай раз делай два там решается по методу характеристик то есть значит для решения метода характеристик нужно написать систему уравнений первый интеграл этой системы значит призвольные функции от них они будут ну здесь даже ну здесь посложнее будет мы найдем решение на характеристиках вот значит общая формула выглядит вот так что мы вводим некий дт это параметр который бежит по характеристике это соответственно мне он не нужен я его как ввел так и уберу сейчас значит это хорошо общая формула если у меня есть f под x и т по и т у значит равно нулю где по и т это у по икс и тому да то общая формула она какая она такая д икс и т на f по икс и тому д по и т по и т по и тему минус по и т 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 она выводится в принципе мы берем ф так так ну вы знаете или мне рассказ как выводится хорошо хорошо значит выводится на так так нет дима ведет ммф и помогли выбросили то есть вы решаете что то такое вот а ну хорошо так правильно писать так так минус фпп и тому а нет по икс и тому я по ит написал фпу не 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 правильно ну давно это было да хорошо как она вводится вот уравнение да давайте его парни по икс и там продифференцируем каком нибудь значит ну в смысле по всем да у нас получится df по dx и тому значит плюс df по dp к тому так умножить помножить на d пока ты по дэкс и то плюс df по ду на у по икс и то равно нулю да я его продифференцирую по икс и тому теперь значит вот это dp к ты по дэкс и то и пк то и это у меня по дэкс и то rk ты это До во подифференцирую ко мне но значит до ду по дэкс и то и ду по дэкс и то и значит хорошо дальше у по x это это у меня пейты так вот я что делаю я рассматриваю вот эту систему как если раньше у меня были вот это переменные были вот этих производные были да теперь я рассматриваю вот это как вот это как систему у которой п просто независимые переменные так вот и у меня что получается за уравнение у меня получается вот это это уравнение это какие-то вот величины до смысле они зависят от них от всех но какие-то функции вот эти три df по dx это ну то есть я не знаю df по доме это единица там это хи штрих там что-то там да вот они определяют моими функции вот дальше я имею p и t то есть мои переменные входит линейно да и я имею их производные так по x а вот теперь хорошо вот это на самом деле система неких линейных уравнений уже да ну вот это что вы так системы линейных уравнений для системы линейных уравнений я могу написать характеристики вот собственно что я и делаю значит собственно что я и делаю я пишу но собственно я могу просто здесь прокомментировать значит хорошо если у меня есть уравнение типа а на у по x и тому до плюс в равно нулю ну вот такое да просто бы почему он его тупо икс этому ну а и ты хорошо и бы она зависит мне от у там и от иксов икс вектор а это у сектор вот такое уравнение но лучше вот такое уравнение вот то она для него пишет система характеристическое следующим образом что это д икс и т на это равно д у на b вот система так ее нужно решать в эту систему будут первые интегралы и эти интегралы будут произвольная функция таких интегралов это наше общее решение не ну у не равно некая произвольная функция от первых интегралов f значит тот нет 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 ни ну почему бы у меня от у зависит x а у меня от у зависит ли почему вот у меня произвольная функция от первых интегралов этой системы равна нулю и вот оттуда я должен выражать мою у это будет решение f1 там и так далее ф.м. ну не знаю насколько это я понятно все объясняю вот так что я хочу сказать я из вот этого нелинейного уравнения организовался вот такую систему нескольких таких уравнений как вот этой для нее для вот этих уравнений я должен написать такую систему характеристикой будет мне хорошо вот неправильный вывод чего но почему неправильно берешь фактически ты там переходишь от уравнения переходишь к его производным там но это можно делать только после того как ты подставил в него свое решение когда она стала когда он стала тождеством когда его стал можно дифференцировать а вот в этот момент после того как ты его сделал тождеством у тебя уже по и у не являются независимы естественно ну и что его является не не проявить не является произвольной функции которые ты как угодно можешь найти поэтому это не будет он на действие работает работает он работает вот правильный уровень получше ну наверняка когда-то мне выводили это правильно но возникает тебе когда-то выводили это вот так и это было неправильно нет нет потому что правильно это вот так отвлекаясь это вот ты открываешь как-то угла утомы дифференциальных уравнений армольда и там это будет приведена правильно не выводили это я не знаю тремя различными способами еще в уфе и там это так я запомнил только вот этот потому что он простой правильно да да но вот он мне ни разу не пригодится вот этот я всегда вспоминаю значит опять-таки я вам по простому тут все так хорошо ладно нормально так что я там хотел да 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 это вы оптимист батенька ответ никто не знает мы сейчас все будем приближение делать вот так приближенный ответ есть я думаю что стереть то хорошо я вот это сотруд она все если а нашим педантом хочется вывод часа на два дела был ком вот а мы по простому уж как-нибудь сделаем d так вот я зато смотрю dx у меня это ро да беру на f по импульсу отвечающему ро то есть я должен продифференцировать f по минус омега когда я буду f по минус омега дифференцировать минус гамма вернее да я получу я получу минус альфа с волной и штрих значит ну от гамма и минус уйдет хорошо равно да да так это чё это то же самое дифференцирую по это сейчас секунду это единица до д омега значит я дифференцирую по это ничего нету вот это есть у меня зато п и тп это омега омега минус у так минус так альфа так и минус минус это плюс но есть еще один минус альфа так и минус минус это плюс но минус хорошо д д д так гамма делить на ф по ро у меня такого нету минус гамма гамма я напишу f по у это опять таки что такое без степени омега и знак значит знак какой знак так альфа с альфа с так и в по у это альфа с на степени омега так сейчас знак проверю так правильно равно д омега делить на сумма пк тх пк там сумма пк тм пк тм омега дм плюс альфа с альфа с от гамма на минус гамма вроде бы так вот систему надо решать проверяйте систему вот систему надо решать начну моя быстрота она мне дает движение по характеристике в итоге да вот в итоге в итоге в итоге дальше вот это омега который мне здесь я могу выразить из уравнения подставить туда и того у меня получится ну вот одно из уравнений отсюда минута перед какой омегой последний здесь да 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 это единичка да значит д омега под это у меня получается альфа с на омега это вот это хи от гамма минус е в степени омега плюс хи штрих от гамма минус на гамму это я записал вот это уравнение и омега я выразил из нашего исходного вот а дальше будем делать приближение мы скажем ну давайте рассмотрим маленькие омега так что наш диполе маленькие вот эти в маленькие так сказать то есть е в степени омега много меньше единиц и тогда для начала мы вот этим пренебрежем так еще что маленькая е в степени омега в маленькая ну или в большое или омега большое отрицать а посещали линейное уравнение да хорошо и тогда что мы видим сразу же мы видим что значит начиная ну что существует во первых решение омега константа так когда вот ну вот это равно вот этому вот я напишу это критическое решение хи от гамма равно хи штрих от гамма на гамма вот ну уравнение да мы можем найти из него гамма критическое которое там равно 0 625 там ну то есть некое число да вот и мы рассмотрим ту характеристику которая отвечает вот этому гамма вот значит тогда у нас омега омега да это соответственно ну константа вот какая-то константа можно найти из других уравнений но еще что мы можем найти скажем вот это уравнение взять да написать ро привод значит вот это мы фиксировали омега гамму да то есть его у нас нет вот у нас есть вот это например у меня мелко часть не я вот сейчас скажу про вот это приближенное решение все и так чуть-чуть немного и не поделаю да нет я понимаю леонида вот именно это все вы понравились то что я так и чай делают а вот это уравнение дыро делить на альфа с волной хи штрих от гамма критического равно ну да это хорошо соответственно ро это это число да мы его сюда поставим это будет некая ру 0 который мы возьмем равным нулю это у нас масштаб фактора то есть мы начинаем с него то есть про 0 равно нулю альфа с чисто на это вот вот нет к равно qs ро равно нулю это логарифм единиц вот ну и чтобы получим если мы вспомним что вот это вот логарифм получим мы что значит к критическая некая критическая на qs 0 в квадрате это и в степени альфа с на хи штрих от гамма критическая это вот то есть на нашей траектории на нашей характеристики когда омега не меняется а что что мига не меняется значит это вы уже не меняется так вот у нас получается что так вы не против если я вот этим буду писать значит в этой в степени омега а вот значит то есть вот мы говорим что вот в но она была маленьком дошло до какого-то постоянное значение дальше не меняется все вот на этом на этой линии то есть быстрота меняется это не меняется омега и вы не меняются вот там зависимость ро вот это вот такая или если я как критическая его называют qs это соответственно qs 0 откуда начали на и в степени вот это численно вот это получается что-то типа там 488 что ли альфа с на это вот это называется масштаб насыщение вот все это тот масштаб при котором наше решение насыщается то есть выходит на константу вот так этот масштаб зависит от быстроты прошлый раз мы это получали другим способом да вот просто раз мы получали другим способом ну и это вот ровно так сказать та же самая формула вот хорошо и последнее что я хочу сегодня сказать про вот этот метод решение я могу во первых найти сейчас секунду омега сказать что это омега критическая ну которая моя константа да вот здесь вот плюс в окрестности этого решения я хочу ее так сказать посмотреть как она себя ведет вот если я чуть-чуть по вот этому гамма отойду так что с ней будет соответственно это будет д омега по д гамма да даже лучше я вроде так пишу не лучше сделаю вот так д омега под и это сейчас сейчас гамма у меня фиксировано сейчас сейчас и скажу да да я сделаю вот чё я отойду по рог то есть гамма фиксирована роя буду менять вот тогда это омега по дыру соответственно на ромину срок критическая вот это вот вот д омега по дыру я знаю д омега по дыру это минус гамма вроде бы там причем это минус гамма критическая в нашей точке соответственно ромину срок критическая то есть ро определяется мне моим масштабом к и омега равно нового мига критическая некая его тоже можно найти значит минус гамма критическая это число которое мы знаем помножить на если вот здесь будет логарифм к квадрат с квадрат так около моей значит вот это его значит в области насыщения ну и значит подставляя вот это суда пренебрегая зависимостью от это вот здесь я получаю что у меня мое сечение моего ведет себя вот так степени минус гамма критическая ну понятно что это с точностью до общих каких-то множеств вот вот этносы вот такое поведение амплитуды сечения чего хотите называется геометрический скейлинг вот то есть наша в зависит она зависит от двух переменных вот к квадрат и это да все от энергии и поперечного импульса вот но на самом деле она зависит от них не по отдельности через вот такую комбинацию вот где масштабом поперечных импульсов выступает вот масштаб насыщение то есть на самом деле если мы стартовали с какого-то масштаба вот наша частица который с нами сталкивается задает нам масштаб qs 0 типа там протон ядро или что-то там да то на самом деле наша амплитуда будет зависеть не от этого масштаба qs 0 она будет зависеть от масштаба qs который вообще говоря экспоненциально растет с быстротой да то есть получается что мы характерный масштаб вот сечения до определяется не частицей на самом деле а быстротой в некотором смысле вот то есть масштаб с влазит масштаб поперечных импульсов вот вот это называется геометрический скейлинг так вот такое поведение вот в прошлый раз я ним подробно говорил и я его прошлый раз показан могу еще раз показать на экспериментальных данных хорошо вопрос есть можно поточнее его решать как сказать ну вот до свидания найдете вы тут вот поправочки вот сюда так поправочки туда да правильно эта характеристика критическая которая определяет qs можно на другую который меньше тут грубо говоря будет один знак или другой знак вот вот этого штуки и они характеристики на плоскости вот этой ро что там это что ли да вот это вот критическая она как там будет да и они там от нее будут вот так отходить вот будем говорить что вот тут режим линейный деглаб бфк л а тут режим насыщение вот но что я еще забыл сказать что важно что это к тереми фроста рак стигаря относится что что если мы вспомним дважды логарифмическое приближение да если вспомним дважды логарифмическое приближение симптотику да 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 вот я про нее хочу сказать что вы она ведет себя как есть степени 2 корня из логарифм там q1 квадрат q2 квадрат да помножить на это это у нас это у нас от логарифм с космонтс вот видно что с энергией он растет быстрее чем логарифм ну квадрат вот эта функция с энергией растет быстрее чем наше ограничение логарифм квадрат с вот то есть линейное уравнение неважно там дебла побили бы либо фк л да ну собственно не одно и то же дают в этом режиме они нарушают унитарность они нарушать теорема фросара то есть деглаб нарушает брк л нарушать быка не нарушать вот поэтому вот так вот ну а вот это геометрический скейлинг я извиняюсь за такое изложение терем фросар